Ремонт самый дешевый, стройматериалы самые дешевые, сантехника самая дешевая, все самое дешевое. А на мой вопрос украинским СМИ о том, что украинские строительные компании и, в принципе, украинские власти в разных городах построили для беженцев, для тех, кто потерял жилье. Вчера какой-то парень представит мне ссылку и говорит, вот посмотри, свежее видео, вот ответ на твой вопрос. Я прохожу по ссылке, думаю, сейчас там Мариуполь просто отдохнет, наверное, что-то там вот украинские компании строительные сделали там огромные, наверное, какие-то ЖК крутые. И что я вижу, ребят, какой-то американец, не украинские строительные компании, не украинские власти, вложил вместе с каким-то благотворительным фондом там 20 миллионов долларов и построил такую деревню, красивую деревню под Киевом и разрешил беженцам жить. Что вы построили? Что ваши строительные компании построили? Что ваши власти построили? А вы говорите, вот американец опять приехал к нам и построил что-то там. При этом вы чехосите мариупольские новостройки, которые строят российские компании. Вы этим хвалитесь, что опять на улице уже почти 24-й год и опять какой-то американец приехал и что-то вам построил. Украинцам вам кажется, что Америка такая щедрая душа там, да, и она помогает, помогает. И все в Америке рады вот тому, что идет постоянная помощь в Украину. В Америке не рады, ребят. И все больше и больше каналов, они говорят о том, что нам нифига не радостно о том, что вся Украина зависит от нас. И скоро, судя по многочисленным признакам, этот краник будет закрываться. И вот сейчас я вам покажу одних обычных америкозов. У них целый канал тоже. Это такое как бы вот новостное шоу, можно сказать. И поэтому это еще больше популярность среди многих американцев, потому что это такое неформальное общение. Я перевожу, ребят. То есть я свое мнение вот только в комментариях добавляю. Это очень важно знать многим украинцам. Повторюсь, не отвлекаться на мариупольские новостройки, там, да, на всякие канализации. А вот за этим смотреть. Короче, сейчас все отворачиваются от Украины, от войны там. И NBC отворачивается, и даже провинции Соединенных Штатов отворачиваются. Вот эти все лидеры Европы и США тихо-тихо с Зеленским разговаривают, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Все думают, что это себя будет включать, чтобы закончить войну. Да они тогда почти в Стамбуле в марте 22-го года договорились. Да и не было бы никакой войны, если бы США не тащило Украину в НАТО. Не было бы войны вот этой эскалации, если бы Украина не бомбила Донбасс и все эти нацисты там и Азов. Я уже запутался там в них. Не было бы никакой войны. Эта война была спровоцирована Штатами, и они хотели этой войны. И в марте тогда в Стамбуле 22-го года почти обо всем договорились. А потом Борис Джонсон приперся, все там развалил, и сделка была развалена. Еще знаете, кто там что-то развалил? Да все эти Азовцы и все остальные, они вообще угрожали украинским лидерам, чтобы они там их повесят кого-то там на дереве. А вот сейчас посмотрим, кого они там повесят на дереве, потому что США пушат Зеленскую и всех остальных заключить все-таки этот мирный договор. Все перевернулось. Представляете, если бы договорились, никаких жертв бы не было бы, никаких вот этих вот войн не было бы. Договорились бы, там что-то подписали бы, и столько беженцев не было бы. США полностью спонсируют всю эту войну, а США устала. Вся Украина зависит от американских денег. Мы платим деньги учителям, платим полиции, платим пожарникам, докторам. Мы все счета их оплачиваем. Мы за все платим в Украине сейчас. Вся Украина зависит от США. Мы не платим внутри США нашим людям, но мы платим украинцам и все их расходы несем на себя. Украинские люди, жители обычные, зная это все, вы гордитесь этим что ли? Вам круто от этого? Что это такое? Это и паразитизм, и как вассалы какие-то. То есть вот вам говорят, что делать, вот все оплачивают, а где вот эта вот хваленая идентичность, мы независимы. Да какая независимость-то? Полная зависимость, полнейшая. Лидеры Европы и США уговаривают Зеленского, подталкивают его, чтобы мирные переговоры с Россией организовать, чтобы закончить войну. Короче, сейчас они вынуждены умолять будут Россию, чтобы закончить войну. Вместо того, чтобы закончить войну, когда Россия была готова, нормально, тогда в марте 22-го, сейчас они будут заканчивать войну на тех условиях, на которых хочет Россия. Вот как это будет все закончено. Россия, естественно, оставит себе Крым, Донбасс, все вот эти 20% территорий, она все это оставит себе, естественно. Ну и к чему это, дурачо, все пришло, все вот это остается, и еще они более 200 миллиардов долларов потратили за это время. Это просто офигеть. И придется предлагать и торговаться очень-очень сильно. Это как в бизнесе. Все, момент упущен. Теперь будут разговаривать совершенно по-другому. Теперь будут говорить, а что вы еще нам можете дать? И кто-то будет говорить, так уже есть 20%. Нет, это уже есть, про это мы забыли. Все, все это не обсуждается. А что еще вы можете предложить? Поэтому, ребят, сами виноваты те, кто повлиял на то, чтобы в марте 22-го года все похерилось. И вот среди американских и европейских официальных лиц какое-то беспокойство возникло, что война пришла в какой-то тупик. Подождите, а я думал, они там выигрывают. Украинцы выигрывают. Люди мне говорили, прям мне в лицо, кто смотрит основные новостные каналы, что украинцы и Украина выигрывают. И Путин практически ушел с этих территорий, со своей армией. И там мужик один в Бостоне говорил, о, мне так нравится смотреть, как Путин и его армию выгоняют оттуда. Прям вот все, они уже ушли. Что он там смотрел-то? Да CNN он смотрел. CNN и всякую остальную хрень. Лапша просто из огромного чана просто стекает по голове зрителей, когда они смотрят вот эти каналы. Так, еще вот они пишут, что администрация Байдена очень обеспокоена, что Украина, вот ей не хватает солдат. Армии Украины не хватает солдат. Да вы что, издеваетесь над нами, шутите что ли? Кого там не хватает? Вы видели, как они хватают людей прямо на улице, на автобусных установках и тащат куда-то? Как вы думаете, если люди бы хотели бы и верили бы в идею воевать там, они бы были бы в такой ситуации, что их хватают на автобусных установках и тащат? И при этом администрация говорит, а у России, судя по всему, какие-то ресурсы неограничены. А вы разве об этом не знали, что огромная разница в населениях между двумя странами? Вот смотрите, короче, что они делают на остановках. Вот набор в армию в Украине. Вот как они набирают солдат в армию. Прям парня какого-то без всего, вот он там стоял с этим, с рюкзаком, просто забрали его, он даже не сопротивлялся. Чего? Чего? В чем проблема? Вы что, разве не можете убедить в идее высокой, чтобы человек пошел воевать? Вот что они называют нехватка в солдатах. Нехватка у них. Че это? Слушайте, парень даже не сопротивляется. Он просто не сопротивляется. Я бы старался как-то, не знаю, оттолкнуть их, а он ничего не делает. Как он на поле боя-то будет? Вот кого они забирают? Да он там сразу сдастся по этой программе. Что там за программа у русских? Волга какая-то, Волга. То есть это будет все очень быстро. Очень часто в украинской СМИ разгоняется тема, что чуть не вся российская армия находится сейчас в Украине, и вот ничего не может сделать. Я когда имел общение с некоторыми ребятами в Украине, я говорил, а вы знаете официальные только цифры состава российской армии? Сколько там человек основного состава, резерва, и сколько будет мобилизовано, если будет мобилизация полная, частичная и так далее и тому подобное. Та мобилизация, которая была, это не мобилизация. Это вообще какой-то был прикол. Настоящая мобилизация будет включать в себя миллионы человек. Там просто группировка определенно есть вот сейчас в этом конфликте, а основная эта армия, огромная часть основной армии, она же где-то там в другом месте, она не там. На эту тему не любят они разговаривать, потому что действительно разница огромная. Если бы нужны были бы в плане реализации планов вот этого конфликта больше резервы, то, конечно, это можно было бы сделать достаточно быстро, если бы задача была такая. Так от NBC еще, что какое-то беспокойство, представляете, беспокойство среди лиц в правительстве Соединенных Штатов, что смещается фокус внимания с Украины на Израиль и Палестину. И вот они переживают, переживают эти официальные лица, что это смещение фокуса может вызвать некие трудности в согласовании новой помощи для Украины. Мне так и хочется сказать, вот знаете, Украине, как мужчина-женщине, хочется сказать, слушай, Соединенные Штаты это ненадежный партнер. Он просто бросит тебя, и по матросе ты бросит. Что он и сделал уже. Соединенные Штаты, как партнер, вот что он делает. Это был просто флир с тобой. Украина, это просто был флир. Никто не собирался жениться. Дядя Сэм, да он входит вокруг, притворяется, что он любит тебя, а потом, знаете, что он сделает с тобой? Да, эта детка не знает, что такое настоящая демократия. Вы еще не знаете это. Деньги за проведенную ночь на тумбочке. Мы поиспользовали тебя. Закрой дверь с другой стороны. Дядя Сэм не любит тебя. Он просто разбиватель сердец. Он просто поиспользовал тебя, и все, он как любовный маньяк. Они стебутся, знаете, как вот в царские времена шут. Ему многое прощалось. Он как бы шутил, стебался, прикалывался, но иногда такие вещи говорил, которые задевали даже правителей. Но из-за того, что он так стебется, то как бы, ну ладно, он же такой шут. Вот у них такая манера. А говорят они о очень серьезных вещах. Слушайте, Зеленский, я не знаю, что будет делать Зеленский. Что он будет делать? Ну, я не знаю, ему будет очень сложно. Что-то он сделает с собой, точно. Так вот, официальные лица среди военных в США говорят о том, что какой-то тупик в войне наступил. Серьезно, тупик? Это они на публику так говорят. Там, когда они в бане сидят, совершенно другие фразы они используют. Ага, тупик. И вот они все думают там. Какая сторона? Какая сторона дольше продержится вот в этом как бы тупике? Серьезно? Какая сторона, вы думаете, дольше продержится? Я вам подскажу. Та сторона, которая хватает людей с остановки, вот пацанов вот этих срезаков. Или та сторона, у которой просто даже население на 105 миллионов больше, вот априори. Нет никакого тупика. То есть, россияне знают прекрасно, что делают. Это выглядит как такой долгосрочный план. И месседж очень простой. Мы будем воевать столько, сколько нужно будет. Вот уже сами американцы об этом говорят. А это тупик для вас. А поэтому зачем нам давать вам помощь, если вы в тупике? Вы еще хотите 100 миллиардов долларов? Зачем? Ни одна из сторон не делает никаких движений на поле боя. Ага, продолжайте. Давайте. Россия сделала кучу движений. Назад она не движется. И они по плану все действуют. Поэтому давайте, продолжайте. Ага, заниматься. Что они там еще? Это типа война миллиметров. По миллиметру там все. Миллиметры. Это если мы описываем органы у некоторых украинских правителей. Миллиметры у них там. Что они там еще? Украина, у нее есть время только до конца года и, может быть, в начале года, чтобы договориться о чем-то с Россией. А знаете, почему они так говорят? Да потому что денег нет в США. Нет денег. Они не будут платить деньги. Вот почему они говорят, у вас время только до конца года или вот первый квартал самый край. То есть было 200. 200 миллиардов вот за полтора года все страны дали. Представляете, 200. А дадут, например, там 45. Это будет конец. Ребят, я вам серьезно говорю. Это будет полный конец. И то это будет красивый уход. Хорошо, что еще это дадут. А на 25-й год что дадут? 1 миллиард. Все. Занавес. Слушайте, вот это очень смешно. Все решения по поводу мирных переговоров с Россией принимает сама Украина. Украина полностью самостоятельно принять этих решений. А мы, США говорит, мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее независимость, против России и так далее и тому подобное. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас я вам скажу, скажу, от кого зависит решение по поводу переговоров с Россией. Все решения по поводу переговоров с Россией полностью принимает Соединенные Штаты Америки. Администрация Байдена. Все. Ничего общего с Украиной здесь вообще даже рядом не стояло. Так что продолжайте заниматься. Нет никакой свободы. Полная зависимость от США на всех уровнях. Так, контрнаступление. Прогресс в контрнаступлении. Прогресс? Они пишут прогресс в наступлении Украины был очень медленный. Вы имеете в виду, вообще его не было? Как бы ноль? И вот надежда на то, что Украина достигнет там какого-то там берега Газовского моря, куда-то там прорется, как-то улетает куда-то. Это NBC пишет, NBC. Антироссийская вообще тема. Полностью. Какой канал вот я не посмотрю в Америке, все говорят об одном и том же. Нет никакого прогресса в контрнаступлении. Я не знаю, вот украинские СМИ, когда вы начнете, в принципе, говорить об этом открыто своим зрителям. Не то, что нет никакого прогресса, а вообще ноль. А вот это оцените. Какой-то высокий человек в администрации отверг любые темы о том, что США толкает Украину к переговорам с Россией. Может быть, у них мало времени в плане погоды, но у них неограничено время вот в плане геополитики. И там все в комнате, я представляю, как заржали, когда они сказали. Что это за хрень? Что это значит вообще? Но они имеются в виду, говорят, что Украина полностью автономна вот в решениях в плане любых переговоров с Россией. Мы не толкаем их к России, мы не толкаем, они социальны. Ага, понятно все. Но украинские власти продолжают упорствовать, продолжают говорить о том, что они супер независимые и никакие мирные переговоры с Россией они вести не собираются. Цена этого имиджа огромное количество человеческих жизней, которые просто вот уходят каждый день там. Огромное количество беженцев и так далее и тому подобное. Все ради имиджа. Мы не будем общаться. Разные инфлюенсеры вот отвечают на эту статью, комментируют. Вот один написал, что это очень жесткая статья. По большому счету говорится о том, что НАТО проигрывает войну России. Проиграла уже. И теперь будет умолять Россию согласиться на мир. И будет надеяться, что Россия будет удовлетворена 20% Украины, которую она сейчас вот уже забрала. Это будет жесткий торг. Весь мир будет смотреть за этим торгом. Что будут предлагать России, чтобы как бы все это заморозить, заключить мир и разойтись. Вот еще один пишет, что почему нельзя было это все вот обговорить и заключить сделку тогда, в марте 22-го года, когда Украина была в гораздо лучшем положении. Сотни тысяч людей были живы, много беженцев не уезжали бы никуда. А, и кстати, такая мелочь. 130 или 140 миллиардов долларов не были бы спущены в трубу. Вот пусть украинцы и спросят у своего правительства, почему тогда в марте 22-го года не заключили они мирный договор. Спросите, выйдите на митинг, а то знаете, россиянам часто говорят, что вы на митинге там не выходите. А чего вы не выходите? Они спрашиваете у своего правительства, когда все это закончится и что за бред, и почему тогда они заключили мирный договор. США бросил Зеленского, бедный Зеленский. Они переключились на Израиль и Палестину, как на более выгодный проект. И как вот во всей этой ситуации романтического, драматического развода, они ему говорят, была любовь, но все закончилось, пока, как бы от тебя свалить побыстрее к другому. Давай остаемся друзьями. Вот так. Ой, как жалко его. Ну, поиспользовали, не получилось, да, потратили деньги, вы сами виноваты, ничего не сделали, то, что мы просили. Ну, значит, пока переключаемся на других. НАТО отправило на смерть сотни тысяч украинских солдат ради ничего. И вот сейчас, если спросить официальные лица, ну, типа, ответьте за это, вы же поддержали войну. Да и они не будут отвечать, все сольются. Потому что так бывает всегда. Ты спрашиваешь у этих всех официальных лиц там, в правительстве, они сливаются. И каково же будет разочарование. Я вот только могу себе представить. Вы представляете, какая депрессия у многих людей будет? То есть, когда они поймут, когда вот откроются глаза, и они такие, ах, вот так все это было. А мы же верили. Мы же верили в идею независимости, что какой-то там вот, на нас там какой-то враг, там какой-то мордор, какой-то там властелин колес на нас там нападает, какие-то там черные ниндзя. А им говорят, да нет, это просто геополитика, ну, не получилось, мы хотели через вас свой план реализовать, чтобы там вот что-то такое вот сделать в отношении России, а не получилось. Вы оказались вот ненадежным проводником в этом. Поэтому крайне перекрыли. Все, до свидания, пока, переключаемся. Ребят, это полный капец. Ну и последний комментарий. Во всей этой ситуации мне так жалко Сырянского, вот США бросил его ради Израиля. Это похоже, как муж уходит от любовницы к предыдущей жене. У меня есть хорошее добавление. Теперь Зеленскому надо всем сказать, что он беременный, и чтобы его не бросали. Это мой, это твой ребенок, не бросай меня, США, не бросай меня, это твой ребенок. Да. Мы же были верны вам, американцы, наши спонсоры. Куда вы уходите, украинцы, кто смотрит? Понимаете, что будет? Все вот эти вот сенаторы, все вот эти вот, там, не знаю кто, они просто так скажут. Ну, мы просто вот, ну, как сказать, ну, общались так, да, ну, давали деньги, да. Но мы все, мы потеряли интерес, мы приключаемся. Американцы всегда так делают. Они очень простые, но одновременно очень циничные. У них не такая славянская душа, как вам кажется, да. Они все, как бы, невыгодно, все, пока. Деньги за проведенную ночь на тумбочке. Мы поиспользовали тебя. Закрой дверь с другой стороны. Вместо того, чтобы все переживать по поводу того, какого качества новостройки в Мариуполе, я все-таки, правда, рекомендую многим украинским зрителям вот смотреть вот это. НАТО отправило на смерть сотни тысяч украинских солдат ради ничего. Потому что, мне кажется, это, ну, просто как информация, даже полезно. И, может быть, на кого-то это повлияет, и у кого-то откроются глаза, да, и он что-то поймет гораздо больше того, что он понимает сейчас. Все, всем пока, удачи, мирного неба над головой, и до новых встреч. Продолжение следует...